Здравствуйте, дорогие друзья! Вы знаете, что по статистике, оказывается, дети смеются в день 400 раз, а взрослые всего лишь до 17. Друзья, улыбайтесь чаще! Не дадим этим засранцам держать лидерство! Мы начинаем! Ругаются муж и жена. И Циля говорит, знаешь, что, Абрам, знаешь, что я тебе скажу? Какой же я была дурой! Какой же я была дурой, что вышла за тебя замуж! Абрам говорит, что ты говоришь, Сара? Боже, рыба моя дорогая, я был так тобой увлечен, что даже не заметил! Циля обращается до Фимы. Говорит, Фима, я что-то не пойму. Опять ты пристаешь ко мне с этими грязными намерениями! Говорит, Циля, прекращай! Я их помыл! Знаете, друзья, я... Я же, собственно, добрый человек. Зла не помню. Приходится записывать. Света захотела стать просветленной. И что она только не делала. Она начала изучать йогу. И не просто йогу, хатху йогу. Начала выполнять упражнения, асаны. Она собирала и постила цитаты Далай-ламы. Да что там Далай-ламы? Она занялась тантрическим сексом. В итоге ничего не получилось. Единственная надпись на асфальте перед ее окном – Света шлюха. Да, и еще потеря кратковременной памяти. Потому как в селе Перепездянка Усть-Каменского района Просветление можно получить только в рентген-кабинете. Изольда Марковна, да? Скажите, а вам нравится Киплинг? Ой, Арон Самуилович, Вы не делайте мне стыдно. Я так еще не пробовала. Один ученый решил сделать эксперимент. Проверить, в каких городах, Как у него украдут чемодан. Сам в этот момент просто прятался И наблюдал, через какое время, Как украдут чемодан. И вот в Статгольме Чемодан вообще не украли. В Лондоне его украли через полчаса. В Париже через 20 минут. В Токио через 10 минут Приехали спецслужбы, Забрали чемодан в камеру хранения. Ну, конечно же, в Тель-Авиве Через 5 минут Приехали специальные службы, Положили чемодан в бронированную машину И вывезли взорвать где-нибудь За пределами города. В Одессе. В Одессе эксперимент до конца провести не удалось. А так как пока ученый наблюдал за чемоданом, У него спиздили портмоне и часы. Ну, что ж, дорогие друзья, А теперь, как у нас повелось, Ретроспектива. Парень долго ухаживал за девушкой. И вот, наконец-то, она пригласила его к себе в гости. Он зашел, новая обстановка, все рассматривает. Да, какая интерьер интересный. И тут он подходит к шкафу, А там стоят две фотографии. Двое мужчин. Он на одного, на второго. Затем поворачивается к девушке и говорит, Лен, а что это за мужчины? Она, ой, не обращай внимания. Это мои первые мужья. Один утонул. А второй повесился. Э, Коля, стой, ты куда? На кафедре биологии профессор читает лекцию. И смотрит, один студент его не слушает. Говорит, Петро. Да, профессор. Говорит, я смотрю, вы меня внимательно слушали. Он говорит, да, профессор. Ну, хорошо, тогда скажите мне, какая ценность в женском молоке? Тара, профессор. Да, помнится, в молодости, лет так до двадцати, приходилось наливать девушке, чтобы затащить ее в постель. А уже после сорока смотришь за ней и думаешь, чтоб, сука, не напилась. Да, Валерчик, я понял, алкоголизм жизнь непобедим. А почему? А зачем? Две подружки жили в одном доме. Они так дружили, так дружили, что достигнув уже совершеннолетия, они поклялись, что никогда, никогда до конца жизни они не будут с мужчинами. и так они были всегда вместе. И вот им стало скучно, они решили завести себе кошечку. И кошечку тоже. Они отвадили от всех котов и сказали, нет, она не будет больше никогда, она будет такая, как мы. Прошло какое-то время, и вдруг одну из подружек пригласил молодой человек поехать на море. Но та согласилась и договорилась со своей подругой, что будет сообщать ей каждый день, звонить ей каждый день и рассказывать, что происходит. И вот они уехали, проходит день, никакого звонка, проходит еще пару дней, никаких звонков. Подруга стала волноваться, что же, как же, почему же, она же обещала. Проходит неделя, и опять никаких звонков. И вот, проходит две недели, подружка получает смс. Срочно отпусти кошку, не мучай животное. Долларка подходит, Фима, и говорит, здравствуйте. Продавец говорит, здравствуйте. Скажите, у вас конфеты свежие? Да, свежие. Говорит, мне нужно коробочку конфет. Говорит, а, на подарок или куда? Да, на подарок, мне нужно дать их доктору. А скажите, пожалуйста, вам нужно отблагодарить или отомстить? Письмо президенту. Уважаемый товарищ президент, пишет вам пенсионерка Любовь Львовна, у меня большая просьба к вам. Если вы не можете обеспечить нашу работу и поднять пенсии, сделайте хотя бы мусорные ящики пониже, а то неудобно в них лазить. Спасибо. Друзья, хочу с вами поделиться. Если вы, не дай бог, увидите падающий из полки кактус, не ловите его ни в коем случае. Пусть падает, сука. Ну что ж, дорогие друзья, вы знаете, постоянно, когда приходится прощаться, возникают маленькие моменты печали. Поэтому обращаюсь к вам. Подписывайте своих друзей, родственников, знакомых. Пусть больше они улыбаются. И обязательно участвуйте в конкурсе. Вы же знаете, вас ждет приз за хороший комментарий. Ну, соответственно, нажимайте на колокольчик. И тогда мы будем видеться каждый день. Ну, а на сегодня пока.